156 раз я сажусь за баранку этого пылесоса чтобы выучить английский на этом канале я учу английский учусь играть на гитаре на пианино учусь петь со вчерашнего дня пытаюсь разобраться как устроены программы которые делают музыку и все это для того чтобы 60 годам то есть примерно через 16 лет получить грэмми такая цель этого канала здесь я записываю все что помогает мне приблизиться к этой цели и так английский одна из важнейших целей сегодня грамматика по курсу дмитрия колесникова вся информация по курсу на сайте дмитрия колесникова то есть все туда это версия которой я пользуюсь она старая 19 года здесь много ошибок тем не менее я считаю это одно из крутейших вообще методик по удаленному такому самостоятельному изучению грамматики я смотрю сначала теорию потом вот решаю такие практические задачи ценность этой методики в том что у меня есть русское предложение я его перевожу и сразу же вижу правильно я его передали нет вот я например могу что-то неправильно написать хотя в неправильно сейчас я напишу много раз короче читаю перевожу смотрю какой результат сразу же исправляю в этом гениальность что сразу же обратная связь получается и мозг быстрее обучается так контекст задаем до скобка вдруг звонит маша но не может дозвониться она выключила свой телефон то есть мы мы как бы констатируем факт что она выключила свой телефон это прошло прошло это просто факт в прошлом правильно но он связан с текущей ситуации потому что контекст говорит о том что он кто-то не может маша дозвониться то есть she has she has turned the phone я бы так написал she has turned the phone свой как свой their phone вот и сейчас табличка прогрузится все свои макросы прогрузят здесь будет написано что ну как бы неправильно смотрим как правильно she has turned off her phone грамматический правильно все написал неправильно в мелочах turned свой her phone she has turned turned off turned off вот и появляется зелененька значит правиль she has turned off her phone she has turned off her phone she has turned off her phone друг звонил Маше но не дозвонился и спрашивает меня в чем дело она выключила свой телефон что-то интересно значит в чем разница он звонил а он звонит то есть сейчас а тут чисто про прошлое спрашиваем он когда-то звонил я звонился и спрашивает а тогда про прошлое что мы скажем просто past simple а он не спрашивает утверждает она выключила she просто she turned off а а но а о о у эн а а а Marilyn ты о И когда я буду повторно решать эту же, эти же все задачки, я буду видеть, что вот если у меня здесь есть перевод, значит я неправильно в свое время перевел. А если здесь перевода нет, значит сразу правильно перевел. She turned off her phone. А здесь у нас she has turned off her phone. Мы шли по улице, нам крикнули вслед. Мы. Ты слышал, что она сказала? Как-то так. Did you hear what she said? Ну, блядь, вот эти конструкции мне вообще непонятно. Почему, почему здесь не perfect? То есть мы идем по улице. А, мы шли по улице. Ладно, согласен. Ну, это странно. Пример странный. Если бы здесь написано, мы идем по улице, наверное, было бы have you heard. А если мы шли когда-то давно по улице и нам крикнули вслед. Ну и вопрос тоже такой странный. Ты слышал, что она сказала? Ладно, переписываем. Ой, sorry. Что я сделал? Удалил говно и там, и там. Did you hear what she said? Ага, большая буква что-то не должна. Did you hear what she said? И тут у меня вопрос. Если я уже использовал did, то за каким хером у нас тут said? А потому что здесь два предложения. Потому что did you hear? Это одно предложение. А what she said? Это другое. И это все в пасте. Ох, 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 ох. Как-то надо вовремя отслеживать количество этих предложений в одном предложении. Did you hear what she said? Контекст не совсем точно задан. Мне непонятно было. Человек возвращается из магазина. Сколько мяса ты купил? Возвращается. То есть он прямо сейчас возвращается. И вопрос связан с тем, что он делал. Сколько мяса ты купил? Да. Сколько мяса ты купил? Можно, конечно, сказать просто в пасте, да? How many meat did you buy? Правильно? А, мясо это исчисляемое или неисчисляемое? How much? Как-то его знает. Did you buy? Конечно, неправильно. How much? А я что написал? How many? Вот, сука. How much? How much? Meat? Did you buy? Зато did you buy правильно написал. How much meat did you buy? Только buy неправильно. Уй. Уй. How much meat did you buy? How much meat did you buy? Тут логика у меня не совсем понятна, в какой момент мы perfect начинаем использовать. Можно, конечно, на perfect забить, всегда используют past. How much meat did you buy? Вижу пятно на рубашке у человека. Как ты получил это пятно? Ну, тут, мне кажется, чистый past. То есть, пятно, когда-то он получил. С текущей ситуацией, но особо как, никак не связано. How did you get this stain? How did you get this stain? Ну, и что нам скажут? How did you get that stain? Ух ты, ты смотри, что. А почему that, а не this? Потому что that, это все-таки то пятно, то, то пятно, а это пятно. That. Ну, короче, тут вопрос к that. How did you get that stain? How did you get that stain? Я уже был там. В смысле, я уже оказался в такой ситуации. Я уже через такое проходил, да. Ну, тогда что? I have been there. I have been there. Вот так вот. I have been there. Я уже получил достаточно в смысле. С меня довольна, а с меня хватит. I have, I have had enough. Я бы так сказал. I have had enough. Как enough? Да я знаю, как пишется enough. Е-мое, вот это слово. Но я молодец, что я написал грамматически правильно. Важно ли выбираться? Важно ли выбираться много? В смысле, важно ли выходить из дома в публь? Личные места. Важно ли выбираться много? Is it important to go out a lot? Или как? It is important. It is important, а не infigitant. Important. Is it important? Is it important to go out? О-у. Все, клавиатуру надо похоже менять. Is it important to go out a lot? Я знаю. Да ладно! Я правильно написал сразу. Is it important to go out a lot? Is it important to go out a lot? Is it important to go out a lot? Я думаю, для большинства людей очень важно выбираться и видеть своих друзей. I think, for most people, it is very important to go out. and I think for most most I think for I think for most people it is very important I think for most people it is very important to go out and видеть своих друзей and see and see their brilliance I think for most people it is really important really important to go out and see their friends no I think for most people it is it is really really important really important important to go out and see I don't have to write their friends see their their friends I think for most people it is really important to go out and see their friends because because when you stay at home a lot or too much because 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 when 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 because when you stay stay at at home too much too long because when you stay at home too long too long 2 o да ну конечно too too long because when you stay at home too long ты начинаешь становиться подавленным you become depressed you become become depressed you start getting depressed which when you become start started getting depressed you start getting you start you start depressed ok you start getting depressed you start возможно это потому что люди социальные существа по своей природе maybe this is probably because people are social beings in nature все перевели уже because because возможно это потому что this is probably because не надо писать people people are social beings things in things nature in nature in in is probably because people people because humans 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 are social creatures in nature ну-ка давай посмотрим что нам скажет переводчик где наш переводчик 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 тютю да тогда creatures что значит существа существа да ну ладно this is probably because humans are social creatures in nature и мы не можем прожить долго без говорения с другими людьми и мы и мы не можем прожить и мы не можем прожить и nós и мы и и мы и мы и мы можем sterile Not прожить, live, ну, как бы жить, прожить. And we cannot live долго, a long time, without, with, out, without speaking. Without speaking, с другими людьми, without speaking. Ну, я бы написал to other, чтобы два раза, не считайте with, to other humans. And we cannot live long, просто long, without, without speaking. And speaking, чем speaking and talking отличается? Чем-то же отличается. Talking это с кем-то, а speaking это чё? Talking to the others to the... Тут people, блядь, почему там humans, тут people? И, оп, блядь. And we cannot live long, without talking to other people. Некоторые люди могут сказать, что они любят бытие одинокими. Некоторые люди могут сказать, что они любят быть вместе. Некоторые люди могут сказать, что они любят быть вместе. Как being, как being, как... Как being пишется. Being alone. Alone. Чё-то такое. Alone. Alone. Я-моё. Alone. Some people might say... Might say that не надо, получается. Ах, ты, зараза. Might say... Вот это вот что постоянно меня смущает. They like being alone. Ага. Some people might say they like being alone. Some people might say they like being alone. Some people might say they like being alone. Но лично я чувствую себя действительно плохо, когда я сижу дома слишком долго. Но лично я... But personally, I feel myself... Хотя feel это уже myself. I feel really bad. But... But personally, I... Feel really bad... When... 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 When I... When I... Been... Home... Sitting home... When I... Тихо... Like... Сижу дома слишком долго. When I... Хер знает. When I... Как сказать... Сижу дома. I'm at home. Я дома. I'm sitting at home. When I sitting at home, when I sitting at home, too long, long, too long. But personally, I feel really bad when I stay at home, too long, too long, too long, too long, too long, too long. But personally, I feel really bad when I stay at home, too long. But personally, I feel really bad when I stay at home, too long. But personally, I feel really bad when I stay at home, too long, 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 это влияет на мое настроение это влияет на мою настроение, мою продукцию, мою продукцию так что ли? окей это it a fact it's a fact to my mood, наверное mood мою my my или mine it's mine в чем разница так, давай-ка мы спросим у нейросети нейросеть, нейросеть где-то у меня в чем разница my и mine что мне скажет нейросеть на этот запрос если она вообще его выполнит такой запрос я долго думает что нам скажет google оба слова потребляются когда говорящий обозначает что-то принадлежащее разница здесь то, что принадлежит если mine не ставится my ну тогда я буду говорить my ну да my productivity my mood my overall my overall productivity my overall my overall I am getting getting I am getting and c c c c o us ё-моё ну и предложение значит, что мне нейросеть ответила мой my и мой mine оба обозначают принадлежность или владение однако между ними есть небольшая разница my используется в качестве притяжательного местоимения перед существительными чтобы указать что что-то принадлежит конкретному человеку или объекту например it's my book it's my car mine также используется для выражения принадлежности или владения но без существительного оно обычно следует после существительного указывающего на объект к которому относится the book is mine the car is mine вот это интересно таким образом my используется перед существительным а mine используется без существительного и следует после него для указания на принадлежность вот это гораздо лучшее объяснение чем то что я нашел чем то что я нашел в яндексе то есть нейросеть объяснила мне разницу прям по фактам с примерами все четенько вот это прикол хоть выкладывая отдельно уроки английского с нейросетью итак my mood my productivity а что тут неправильно показывает it affects да это сразу косяк конечно детский косяк it affects my mood почему my а не more to my ну ладно а это управление affects it affects my mood my overall productivity I start getting I start getting I start getting anxious getting on ой не то нажал конечно on on it affect to my mood my overall productivity I start getting action anxious 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 анкшес как ты произнесешь слово anxious как ты произнесешь слово anxious 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 I start getting anxious I start getting anxious поэтому когда это происходит я обычно звоню моим друзьям that's that's why поэтому that is why когда это when this when 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 this happen происходит happen или happening when this happening happening I I usually call call to my friends for the end Блин, тут косяк, конечно. Ну да, он же просто говорит про эту хуру хируту. Тут, конечно, запятой нет, а там есть. I usually call my friends. Почему без to? Почему без to? Управление глаголом call у нас какое? Есть такой термин, как... Управление глаголом. Блин, глаголом. А, и каким глаголом-то? Call. Формула глаголом. Call. We will call that baby scene. А, вон он еще. Фразовый глагол. Таблица управления английских глаголов, да. Глагол. To accuse. А в чем заключается таблица управления? To catch at. Ну, как бы так. Не очень. Ну, ладно. So, when this happens, I usually call my friends. So, when this happens, I usually call my friends. Call my friends. I usually call my friends. И мы выбираемся куда-нибудь. Это обычно помогает. It usually helps. It usually helps. Ну, как правильно. And we go out somewhere. And we... Ну, да. Go... Go out. And we go out somewhere. Непонятно, где надо ставить запятую, где не надо. It usually helps. And we go out somewhere. It usually helps. And we go out somewhere. It usually helps. О, ну и последний на сегодня. И после проведения нескольких часов с ними я чувствую себя лучше. And after... Как проведение? Проведение? Spending. Ой, опять не там пишу. And... After... Spending... Several... Um... Times... Several times... With... 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 Them... With... 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 Фиг знает чё, I feel myself, I feel better, and after spending a few hours With them, I feel better, and after spending a few hours Hours with them, I feel, and after spending a few hours with them, I feel better, and after spending a few hours with them, I feel better, Oh, 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 oh. Хватит на сегодня. Закончим грамматику. А таблица эта есть у меня на Бусти. Спасибо.